Гипертонию, головные боли, диабет, заболевания порно-двигательного аппарата можно вылечить без лекарств. По авторской методике доктора Шишонина. Филиал Московской клиники теперь в Тарусе. Микроанатомическое УЗИ гарантирует точный диагноз. Индивидуальные программы лечения под контролем врача. Методика доктора Шишонина запатентована. Бесплатный номер для записи к врачу и консультации. 8 800 555 76 81. Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Олеся Кенфеева. Главная тема сегодня. Глава Серпухова встретился с представителями общественного совета при УВД. О мерах социальной поддержки для людей с ограниченными возможностями рассказал депутат Госдумы Михаил Терентьев. Мы рядом. Школьники организовали сбор сладостей для детей Донбасса. Глава округа Сергей Никитенко встретился с представителями общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России Серпуховская. Обсуждали деятельность организации и взаимодействие с администрацией. Встреча главы началась со знакомства с активистами общественного совета. Представители различных структур, сфер жизнедеятельности рассказывали о себе, о своей деятельности и работе. В первую очередь мы люди и отношения с людьми должны выстраиваться соответствующим образом. Мы должны быть предпримерами. Поэтому, я думаю, вот ваше нахождение в общественном совете, наверное, оно даже очень здорово. Потому что у нас приходят молодые сотрудники на службу. И их иногда нужно помогать, подсказывать, чему-то обучать. Спасибо вам за вашу работу, за ваш вклад, за ваши отношения. И крепкого вам здоровья. Во время встречи с главой были отмечены несколько активистов общественного совета. Они получили почетные грамоты от Межмуниципального управления МВД России Серпуховская за взаимное сотрудничество, активную позицию по наиболее актуальным вопросам деятельности органов внутренних дел в сфере профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности. Такие встречи обязательно должны быть. Они должны быть на периодической основе. Организовываться и со стороны общественного совета, и так со стороны администрации города Серпухова. И присутствуют все ранги и города Серпухов, администрации, и ранги силовиков. Это помогает именно и развитию городской структуры, и развитию порядка в нашей городском округе Серпухов. Ну и спокойствие жизни наших жителей. Начальник Межмуниципального управления МВД России Серпуховская Александр Самохин и председатель общественного совета Алексей Поляков рассказали о работе полиции в целом и деятельности общественного совета, а также внесли свои предложения по дальнейшему взаимодействию с администрацией муниципалитета. Какие меры социальной поддержки для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены законодательством? Об этом рассказал депутат Госдумы Михаил Терентьев на встрече с Серпуховичами в Молодежном центре «Патриот». На встрече с Михаилом Терентьевым депутат Московской областной думы Татьяна Корзубова, депутаты горсовета Юлия Русецкая, Инесса Жарова и Наталья Антошина, представители управления социальной защиты, члены общественных организаций. От вопросов доступности среды до темы бесплатных лекарств. Михаил Терентьев рассказал о тех законопроектах, которые проработаны, внесены и сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме. Все они инициированы партией «Единая Россия». Во второй половине встречи присутствующие задали интересующие их вопросы. За прошлый год в Государственной думе было принято около 10 законопроектов на тему социальной защиты инвалидов. Так, в марте прошлого года проект о гражданской амнистии. Он гарантирует право инвалидов на место для некапитального гаража и индивидуального парковочного места возле дома. Сейчас на рассмотрении у народных избранников вопросы по образованию и юридической защите. Ко мне часто обращаются вообще по теме инвалидов, по теме доступной среды, обучения инвалидов, потому что в своей деятельности у меня именно такое направление выбрано. Я и сам занимался спортом и вижу важность решения вопросов, которые позволяют эффективнее интегрировать людей с инвалидностью в общество. В городском округе Серпухов людей с ограниченными возможностями здоровья около 8 тысяч. Татьяна Корзубова напомнила, что ведет прием по понедельникам в здании администрации. Если остались вопросы, которые требуют разъяснений, то записаться можно по телефону, который вы видите на экранах. Поддержка молодежных объединений, патриотическое воспитание – сегодня это главное направление работы Дворца молодежи «Дружба». Чем занимаются сегодня подростки, расскажем далее. Дворец молодежи «Дружба» объединяет 10 творческих коллективов и организаций. В них задействовано более 300 человек. У нас в «Дружбе» занимается, вот воркаут вы видели, у нас театр «Абсурд» занимается, занимается клуб «Бориана», тоже молодежное объединение, ансамбль «Антарктика» у нас занимается, также у нас здесь занимается «Окран», театр «Огня». Познакомился с творческой молодежью муниципалитета Сергей Никитенко. Ребята рассказали, в «Дружбе» есть занятия и по информационной грамотности. Здесь они изучают соцсети, заработок и продвижение в них. А это школа вожатых. Вожатыми мы работаем в наших школах, да, в летнее время или когда? В летнее время, в июле, в июле, в августе. Да, и в школьных лагерях, наверное, что-то такое. Нет, в детских площадках. Спасибо, Кур. Те дети, которые остались в Сербхе, мы с ними будем работать. Куратор школы вожатых Мария Шилова рассказывает, с февраля по июнь ребята проходят обучение. Они знакомятся с основами возрастной психологии, конфликтологии, особенностями детей. В июле и августе идет их трудоустройство на летней площадке. В актовом зале в это время проходит репетиция команд Серпуховской лиги КВН. У нас сегодня день редактуры, когда мы им подсказываем, что лучше добавить, что лучше убрать, чтобы они вышли на сцену и показывали уже такое, что-то самое лучшее. Они даже не боятся нас. Конечно. Сцены дружбы – это репетиционная база КВН, его дом. Здесь рождаются и корректируются те шутки, которые потом мы слышим на выступлениях. В то же время, когда смотришь, как вы шутите, вот ребята вашего возраста, в любом случае, мне помогает ориентироваться и понимать, как вы смотрите на жизнь, на те обстоятельства, которые жизненно происходят. У нас это важно. Вопросы воспитания, вопросы образования нашего подрастающего поколения, наших детей – это первостепенные задачи, которые я ставлю перед собой. На регулярной основе я объезжаю, смотрю в Дворце культура, в Дворце спорта, смотрю, как устроены процессы с нашими молодежью, с детьми. Важно, чтобы у молодых была возможность выбора и реализации своих идей и проектов. Создать все условия – задачи муниципалитета, отметил глава. Комфортно там, где активный совет дома. О содержании дворовых территорий, безопасной эксплуатации газового оборудования. Предстоящие месячники благоустройства говорили на первом в этом году форуме «Управдом» председатели Советов многоквартирных домов, сотрудники администрации и управляющих компаний. Проводил совещание заместитель главы администрации Алексей Рубцов. На дворе, как и положено в конце марта, весенний пейзаж. На месте растаявшего снега накопившийся за зиму мусор. Время подготовиться к масштабному благоустроительному сезону. Впереди санитарный месяц – апрель. 2 и 9 – это муниципальные субботники, 16 – общий областной субботник. Управляющим компаниям необходимо обеспечить подготовку технику до 30 марта. Провести его техническое обслуживание, выполнить расконсервацию, установить летнее навесное оборудование. Провести осмотр готовности техники и навесных аккредитов. Потрудиться придется немало. Зимой коммунальные службы при обработке дорог и тротуаров использовали тысячи тонн песко-соляной смеси. Теперь это нужно убрать, привести в порядок необходимые дворовые территории. Управляющая компания совместно со старшими по домам должна определить, где любой проживающий может взять инвентарь на субботник. Дополнительным стимулом для повышения активности участников субботников, как обычно, станет конкурс на лучшее благоустройство дворовой территории. Перекопать какие-то затоптанные газоны, посеять там траву. То есть спланируйте, посоветуйтесь с жителями, спланируйте какие-то такие мероприятия, передайте в управляющие компании, передайте через ассоциацию в администрацию. И мы постараемся максимально обеспечить всем у вас необходимым. Администрация городского округа всегда поддерживает неравнодушных и инициативных жителей муниципалитета. На первом форуме управдома с самым активным председателем многоквартирных домов были вручены благодарственные письма за отстаивание интересов жителей в сфере ЖКХ. В их числе Мария Валитова. Дворовая территория 5-го б-дома по улице Захаркина, да и сама многоэтажка образцово-показательная. Половина заслуга ассоциации, потому что во всех вопросах, которые нас беспокоили, мы получали нужные, полезные и юридически правильные советы. Я думаю, что и в дальнейшем наша работа будет еще лучше. В числе главных вопросов, которыми приходится заниматься активу Ассоциации многоквартирных домов, комфортное и безопасное проживание людей. Поэтому по-прежнему остается актуальной тема установки датчиков контроля газовой безопасности в квартирах. В 2022 году в рамках муниципальной программы развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2020-2024 года будут установлены автоматизированные системы контроля газовой оборудования не менее чем в 60% муниципальных квартирах жилого фонда. Это составляет 3253 квартиры. Городским опором на эти цели выделено 10 миллионов 100 тысяч рублей. А для более комфортного проживания в этом году намечен большой объем работ для перехода из открытой на закрытую систему отопления и водоснабжения. Фондом капитального ремонта заключены договора с подрядчиками на установку 124 пунктов управления тепловой энергии в 61-й многоэтажке Серпухова. Прибор, который обеспечивает изменение параметров теплоносителя на квартирном доме в зависимости от погоды на улице. В связи с этим идет и экономия потребления естественного тепла, в связи с этим идет экономия расхода воды на котельной. Отапливать улицу в таком случае не придется, а значит жители смогут сэкономить. Форум управдом завершился серьезным разговором об ответственности каждого жителя за чистоту во дворах и подъездах, за сохранность установленных детских и спортивных площадок. Мы с вами, мы рядом, мы вместе. Общественная палата Московской области при поддержке активистов Донецкой и Луганской народных республик проводит акцию. К ней присоединились и школьники. Для детей Донбасса они организуют сбор сладостей. Яркие краски, как частичка жизни в каждом рисунке и в каждой упаковке со сладостями. Шоколад, зефир, печенье, карамель – все это дети бережно кладут в большую коробку, которая отправится на Донбасс в качестве гуманитарной помощи. Несмотря на свой возраст, ребята осознают, как важно сегодня быть рядом и оказывать моральную поддержку своим сверстникам. Наш класс участвует в акции по сбору сладостей, чтобы отправить их детям на Донбасс, которые чувствуют себя сейчас не очень хорошо. И мы стараемся, чтобы они почувствовали себя как раньше. Сейчас все школьники Подмосковья проводят акцию «Мы с вами, мы рядом, мы вместе». Эта акция проводится под эгидой общественной палаты Московской области. Поэтому нас в городском округе Серпухов, я, как председатель общественной палаты и как директор школы номер 18, мы проводим такую акцию. В акции принимают участие все школы с 1 до 11 класса. Вместе с классным руководителем дети упаковывают сладости в коробку. На ней имя отправителя – класс, школа, город. Далее посылки передают в пункт сбора в ДК России, а оттуда в распределительный центр в Домодедово и уже потом на Донбасс. Мы собираем много-много сладостей, чтобы дать детям счастье. Акция «Мы с вами, мы рядом, мы вместе» началась 21 марта и продолжится до 1 апреля. У желающих есть возможность к ней присоединиться. Для добрых дел возраст не имеет значения. «Моя жена» Лгуния – знаменитая комедия положений в воскресенье на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра. Премьерный показ спектакля пройдет в Международный день театра. По традиции актеры разделяют свой профессиональный праздник со зрителями. Наш репортаж с репетицией спектакля. В этой яркой искрометной комедии есть все, что составляет залог успеха этого популярного жанра. Любовь и ревность, правда и ложь, корысть, преданность и, конечно же, музыка. Но прежде чем уйти, я все же узнаю всю правду. Лгу я! «Если я начала лгать, то, к сожалению, приходится продолжать», – сознается главная героиня спектакля Кэти. Однажды она решилась. С этого дня ничего, кроме правды. Но новые обстоятельства заставили ее лгать еще больше. А все из-за того, что она, супруга добропорядочного Вильяма Гаррисона, не очень-то хочет иметь детей. На что готовы пойти герои ради спасения любви. Могут ли дети вернуть семейный мир? У каждого в семье, это, наверное, случается рано или поздно, начинается все с конфетно-букетного периода, потом, наверное, как меняются, я и муж, и жена, и приходит либо у того, либо у другого в какой-то момент, из-за всякого пустяка, допустим, да, ну, вроде как это, может быть, станет лучше. Скажу, как говорится, ложь во спасение. Вот скажу, это будет более как-то правдивее, чем настоящие, да, события, что с тобой произошли. В женской сущности присущий такой авантюризм, скука от реальной жизни, когда хочется немножко приукрасить, приврать, как-то пожить мечтами, а потом уже сложно признаться в том, что ты что-то напридумала, и подстраиваешь реальные факты под свои выдумки. В главных ролях в спектакле будут заняты Сергей Ургансков, Елизавета Костиди, Сергей Кирюшкин и Анастасия Собина. Режиссер – Екатерина Гвоздева, режиссер-постановщик – Павел Цепенюк. Темы затронутые в спектакле актуальны и очень понятны в каждом слове. Авторы пьесы – американские драматурги. Предлагают зрителям вместе со своими героями поразмышлять над тем, что мешает сохранять любовь и гармонию в семейных отношениях. У нашего героя есть такая фраза, что должно быть в семье взаимоуважение и взаимопонимание. Без этого не может быть крепкой семьи. Мне кажется, что это, так сказать, главная фраза этого спектакля. Это комедия положения, но это не буфонада. И во всей вот этой вот истории, совершенно нелепой, нужно существовать очень правдиво. От этого будет очень смешно. В основе драматургии – непредсказуемые повороты сюжета. «Моя жена» Угуния будет показана 27 марта в 17.00. Международный день театра. Комедия в трех действиях. Праздник только в воскресенье, но уже сегодня сотрудники Серпуховского музыкально-драматического театра принимают поздравления и подарки. Местное отделение партии «Единая Россия» вручило коллективу благодарственное письмо и вот такие корзины с фруктами. Мы хотим, конечно, пожелать вам творчества, вдохновения, успехов. Потому что то, что Серпухов имеет такой необыкновенный театр, это, наверное, свыше послано городу. Для нас вы все абсолютно заслуженные артисты Российской Федерации. Сторонники партии «Единая Россия» организовали акцию «Добрый театр». Что такое театр? Это то добро, которое вы несете людям. Это то, что видят люди. А люди нашего города видят замечательные спектакли, замечательные премьеры. И если спросить, кто не был в нашем театре, да нет, наверное, таких. Театр в Серпухове появился в 1915 году. Тогда здание было скорее похоже на склад. Но имелись фойе, зал, сцена и даже помещение для буфета. Так Александр Говоров, бывший солист Большого театра и купец Алексей Малаховцев вписали свои имена золотыми буквами в историю Серпуховского театра, являя собой пример успешного партнерства, бизнеса и культуры. Первая профессиональная труппа в театре появилась в 1932-м. В конце 40-х в городском театре началась реконструкция. Когда после ремонта в 1951 году театр вновь открыл свои двери, то горожанам было чему удивиться. Они увидели мраморные лестницы, лепные украшения, ложи, бельетаж, хрустальные люстры, колонны, паркет, занавес из бархата. В 70-е годы это расцвет учреждения культуры, огромное количество зрителей. Сегодня Серпуховский музыкально-драматический, один из лучших в Подмосковье. В его труппе 13 актеров, каждый из них любим поклонниками. Художница, педагог, любимая ученица Александра Бузовкина. Все это о Людмиле Кочетковой. В Серпуховском музейно-выставочном центре открылась ее юбилейная выставка. В этом году художнице исполнилось 85 лет. Классические натюрморты и портреты, незатейливые пейзажи. В творчестве Людмила Ивановна прежде всего ценит простоту и легкость. Дохновение она черпает из самых обычных вещей. Вообще я училась всегда у природы. Природа, если ее смотреть как художник, то она дает очень много человеку. Всю красоту, которая есть в природе, ты ощущаешь лучше, когда ты смотришь на нее. Чем больше, тем лучше. В зале работы разных лет. Всего их около 70. Некоторые полотна датированы 50-ми годами прошлого века. Некоторые написаны уже в наше время. Среди пейзажей изображения Серпухова и его окрестностей. Когда смотришь на картины Людмилы Ивановны, вот они пронизаны теплом, светом, любовью. Любовью к людям. Прекрасные портреты, любовью к городу, к быту. С 92-го года и по 2010-й Людмила Кочеткова работала в детской художественной школе имени Бузовкина. На открытии представители разных поколений. Поздравить и поблагодарить Людмилу Ивановну пришли ее ученики. Многих из них она вдохновила на творчество, а кого-то и на преподавательскую деятельность. Она у нас скульптуру преподавала и в какое-то время тоже композицию. Мы с ней очень много всего переделали, разных работ она нас научила, разным техникам. Мы из пластилина лепили, из воска делали скульптуру, из мыла вырезали, из чего только делали. Очень разнообразная база знаний она нам дала. Она была очень спокойным преподавателем, очень справедливым преподавателем, очень тактичным. И она, когда начинала анализировать детские работы, никогда не начинала с плохого. Всегда говорила, что вот тебе удалось вот это, вот это и вот это. Ты молодец. Это очень редкое качество, особо ценимое учениками. Никогда не повышала голоса на нас, на учеников. Обладает великолепными знаниями. И знания давала тоже огромные. Посредством ее, собственно, я и стала художником-педагогом тоже, потому что уже в 14 лет я знала, что буду такая же, как мои учителя. Людмила Кочеткова рисует с четвертого класса школы. Она участник областных и городских выставок изобразительного искусства, яркий представитель классической школы живописи. Любимая ученица Александра Бузовкина, художника, внесшего значительный вклад в развитие культуры в Серпухове. Его имя носит художественная школа округа. И ее работы находятся в частных коллекциях и фондах музейно-выставочного центра. Оценить простоту и лаконичность работ Людмилы Кочетковой можно до 17 апреля в музейно-выставочном центре. Не допустить аварий с участием общественного транспорта. Инспекторы ГИБДД на этой неделе проверяли безопасность перевозок в автобусах. В одном из рейдов побывала наша съемочная группа. Вчера отдыхали хорошо, да? Один часов. Так у меня такое утро-мечерное время. Законность перевозки пассажиров, наличие у водителей необходимых документов, проверка технического состояния автобусов, наличие исправных стахографов, соблюдение режима труда и отдыха водителей. Эти вопросы интересовали сотрудников Серпуховского отдела ГИБДД совместно с 8-м батальоном 2-го полка ДПС «Южный». Они проводили тотальную проверку на дорогах. Это мероприятие включает в себя проверку и пресечение правонарушений со стороны водителей, осуществляющих пассажирские перевозки. Госавтоинспекция Серпухова напоминает гражданам. Безопасность в общественном транспорте зависит не только от перевозчиков, но и от самих пассажиров. Рыба с Камчатки в Серпухове. Нерка, чавыча, белуга, белорыбеца, паутус. Более 25 видов деликатесов. Ярмарка работает еще два дня. Поторопитесь. О том, куда спешить за свежей камчатской рыбой, расскажем далее. Толпа людей возле витрины. Запах копченой рыбы привлекает покупателей. Татьяна Самсонова еще вчера увидела, как здесь устанавливают прилавок, выкладывают рыбу в холодильные камеры. Поэтому она пришла в первый день открытия камчатской рыбы, чтобы посмотреть товар. Я вообще работаю в этом торговом центре. Вчера ребят, когда начали устанавливать все, я уже почувствовала этот заво вкусной рыбы. Сегодня в свой выходной день я подошла. Ребята все дали попробовать. Все свежее, очень вкусное. Девушка признается, сочная, зернистая красная икра ее покорила с первого взгляда. Но прежде чем купить, решила все же попробовать на вкус. В итоге Татьяна взяла семгу, белорыбицу и, конечно, красную икру. А вот Нина Ларионова уже не первый раз пробует камчатские делькатесы. Половину своей жизни женщина прожила на Дальнем Востоке. Я знаю, что такое хорошая рыба, хорошая селедка. И когда ребята приехали первый раз, ну это, наверное, года полтора, может, два назад, я это увидела. И с тех пор я все время за этим слежу, потому что у них очень вкусная и хорошая продукция. Я купила чавичу соленую. Это вообще редкость ее здесь у нас не бывает, если только в Москве. Но они по такой цене значительно дороже. И очень хорошая у них селедка. Один за другим покупатели признаются – ждали, когда приедет камчатская рыба. Вся продукция здесь натуральная, выращена не в садках, а в Дальневосточных озерах и Охотском море. И никакой заморозки, чтобы сохранить полезные вещества и ценные минералы. Привезли все самое вкусное, свежее, холодного, горячего, просто слабо соленое. В основном у нас дикие породы, дикие сорта. Нерка, кижуч, чавыча, белорыбеца, икра вот тоже очень вкусная. Качество рыбы продавец гарантирует уже много лет. Найти камчатские деликатесы легко. Они расположились по адресу улицы Ворошилова, 214, на первом этаже торгового центра. Выставка продажи рыбы будет работать до 27 марта включительно, с 10 до 18.00. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Другие новости читайте, смотрите на нашем сайте, на сайте администрации, в социальных сетях. Всего доброго и хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Натяжные потолки от установщика номер один нашего региона студии «Парсек» — это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков. Профессиональные монтажные бригады, собственное производство, контроль качества на всех этапах изготовления и установки, гарантийное и постгарантийное обслуживание, обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке, натяжные потолки от студии «Парсек». Доверяйте профессионалам, бесплатный выезд технолога, вы можете заказать по телефону 76 48 48, код города 49 67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку.